Сегодня нас интересуют вещи довольно приземленные. Что, где, почем, а еще лучше, где дешевле. И мы так озабочены этими неприятными вещами, что постоянно о них говорим. Проблемы, они вечны, но была на областной студии передача, авторы которой от души над проблемами смеялись. Сегодня мы предлагаем узнать, что творилось в мире эллипсов полтора десятка лет назад. В деревне Купелы Могилевского района открыт первый фонтан. Он станет местом сбора сельской элиты. Возле фонтана оборудован удобный бассейн с артезианской водой. Программу в мире эллипсов одни считали юмористической, другие сатирической. Сами же авторы, журналисты, господин эксперт называли научно-распознавательным. Проект выходил в прямом эфире по вечерам пятницы. В нем обсуждали самые обычные темы, например, укладка плитки в центре Могилева. Другое дело – комментарий. Пятница, 17-е. Уже сегодня вечером ожидается нашествие на Могилевско-Бобруский эллипс спиртового циклона. В самом центре Могилева ударными темпами начали возводиться волнорезы и бастионы противо спиртовой обороны. Отважные строители трудятся на передовой, не жалея своих товарищей. Они работают сменами по четыре человека. Один укладывает бетонные плиты, трое несут боевое дежурство и наблюдают за погодой. Но враг не дремлет, и несгибаемые строители дамб несут потери. Пал жертвой необъявленного вторжения спиртового тумана художественный руководитель первомайской бастионно-строительной службы. Циклон подкрался к нему неожиданно и нанес предательский удар в спину. Герой рухнул, но рук не опустил. Кронирование и спиливание деревьев – больная тема Могилева. Кто, например, помнит тополя, которые росли на проспекте Пушкина от Старого моста через Днепр? Власти Могилевско-Бобруйского эллипса наконец-то повернулись лицом к проблеме окружающей среды и озеленению городов, деревень, полей и лесов. В связи с этим принята комплексная программа по физическому устранению неугодных деревьев и кустарников. Спиленные в эллипсе деревья были аварийными. Такую версию выдвинули активисты ГАИ эллипса. Согласно предоставленной ими информации, многие деревья имели лысую кору, не были оборудованы веткоочистителями, несколько лет и проходили техосмотра, не были оборудованы индивидуальными пилами и огнетушителями на случай самовозгорания. В связи с этим именно в Могилеве режиссер Эльдар Рязанов приступил к съемкам фильма «Трепня на плющихе», который станет ремейком классической картины о трех тополях. Акция по спиливанию деревьев наконец-то позволила могилевчанам насладиться всей красотой их родного города. Как ни казались абсурдными комментарии ведущих, но ведь они были лишь отражением реальности. В Могилеве завершился конкурс «Мисс Аграда-98». Второе место отдано классическому забору на площади Ленина, за которым, как оказалось, ничего не происходит. И это очень важно для спокойствия города. Победил же забор на улице Ленина. Все решила новизна архитектурного решения. Этот забор закрывает другой забор. Ограждению присвоено почетное имя Джона Вудса. И теперь оно будет охраняться государством от строительства третьего забора. В Белынинском районе небывалая приливная волна выбросила на берег подводный экскаватор. Местные умельцы на протяжении недели пытались задолкать экскаватор обратно в ручей. Но сошедший на нет паводок так и не дал этого сделать. Потому подводная машина вынуждена пылиться на суше, постоянно окисляясь под воздействием земли. С тех пор прошло 15 лет. Нет программы, нет телеканала. Но что изменилось в нашей жизни? Власти Элипса приняли очередное решение по наполнению потребительского рынка продуктами, в частности, живой рыбой. Для этого производится затопление самых широких улиц Могилева. Целая сеть рыбохозяйственных луж протянулась от туберкулезного диспансера до Лавсановской больницы. В уютных, с любовью сделанных искусственных впадиных, выбоинах и рытвенных этих водоемах выращиваются зеркальные карпы, мудрые караси и даже дальнозоркие камбалы. Поэтому, уважаемые водители автомобилей, проезжая по искусственным городским лужам, будьте особенно бдительны. Не задавите рыбку, которую, может быть, вы завтра купите в магазине. Порой кажется, что мы так и живем в абсурдном мире Элипсов. И последняя зима принесла нам много неожиданностей, но главной стало элипсоидное пятно, которое появилось с Могилею на Первомайской улице. Атмосферный столб в этом месте достиг 150 столбов постоянной Больцмана Мариотта. Продержавши всего неделю, пятно рассосалось. Продолжение следует...